Палестинцы не получат лазейку для того, чтобы избежать признания права еврейского государства на существование. С такими словами Бени Мини Таньягу отверг инициативу Франции о международной конференции по ближневосточному урегулированию. В Рамале идею Парижа наоборот приветствовали. Почему Израиль против, а палестинцы за? Узнаем у моего коллеги на Ближнем Востоке Евгения Савы, который сейчас присоединяется к нам из Тель-Авива. Женя, добрый вечер. Можно ли сказать, что очередная попытка возобновить палестино-израильский диалог провалилась? Добрый вечер, Лиза. Возможно, французский министр иностранных дел Жан-Мар Кейро, говоря о международном вмешательстве, имеет в виду очередную резолюцию, очередную инициативу, как это было в резолюции ЮНЕСКО. Собственно, эта резолюция как раз не пришлась по душе израильтянам. Я напомню, что в рамках этой резолюции старый город Иерусалима не имеет никакого отношения к иудаизму, к евреям, к Израилю. И позиция Израиля по этому вопросу была известна еще в середине апреля. Тогда Израиль заявил, что он не приемлет не только инициативу ЮНЕСКО, но и также мирную французскую инициативу. Вот буквально вчера этот ответ был сделан официально, официально французскому дипломату в Иерусалиме. Об этом заявил израильский премьер-министр. Я сказал главе МИД Франции, принятая при поддержке Парижа скандальная резолюция ЮНЕСКО, которая отрицает тысячелетнюю связь еврейского народа с храмовой горой, заставляет нас сомневаться в чистоте намерений, инициированной Францией конференции. В ответ французский министр сообщил мне, что это решение ошибка, которая больше не повторится. И он лично приложит для этого все усилия. Мы считаем, что единственный путь к достижению мира между Израилем и палестинцами – это прямые мирные переговоры без каких-либо предварительных условий. Ответ израильтян был известен заранее. Израиль принимает исключительно прямые переговоры между Иерусалимом и Рамалой. Причем, говоря о перспективах возобновления мирного диалога, Нитанягу напоминает, что в прошлом Израиле уже удавалось добиться мира с арабскими странами. Это и Египет, и Ордание. Тогда все эти переговоры были напрямую с Каиром и с Аманами. Вот сейчас, по мнению израильского премьера, нет никаких причин делать какие-то мирные конференции, подобно той, что была почти четверть века назад в Мадриде, с которой начались здесь переговоры, которые потом вылились в норвежские соглашения. Сегодня Нитанягу отказывается принимать участие в какой-либо конференции. Напоминает, что исторический мир здесь можно добиться только путем прямых переговоров. Наш исторический опыт показывает, что это единственный способ добиться прочного мира в регионе. Точно так же мы смогли достичь мира с Египтом, подписали мирный договор с Орданией. Все другие способы лишь отдаляют мирное решение конфликта и дают палестинцам возможность обвинять Иерусалим в провале переговоров. Ведь невозможно игнорировать суть проблемы. Это отказ палестинцев признать право Израиля на существование, право еврейского народа на свое государство. Ну, несмотря на эти заявления израильского премьер-министра, французский дипломат не оставляет попыток все же усадить за стол переговоров израильтян и палестинцев. Но сначала для этого ему потребуется провести саммит в Париже, который пройдет уже буквально в ближайшее время. После визита в Иерусалимы Жан-Марк Эро направился в Рамалу, где провел встречу с руководством палестинской автономии. Там он напомнил о том, что Нетаньягу все же против этой инициативы, но тем не менее во Франции и в Париже не оставляют попыток возобновить палестинно-израильский диалог. Премьер-министр Нетаньягу выразил свое несогласие на наше предложение, но хочу отметить, что французская инициатива подразумевает несколько этапов. В ближайшее время мы планируем проведение саммита на уровне министров иностранных дел, и только затем мы будем пытаться создать необходимые условия для участия израильской и палестинской сторон в мирной конференции. Лиза, вы знаете, несмотря на то, что Израиль дал отрицательный ответ на французскую инициативу, окончательно ставить крест на этих попытках рано. Дело в том, что это скорее связано с внутренней политикой, с тем, что происходит на израильской политической арене. В последние дни Нетаньягу ведет активные переговоры с главной оппозиционной партией, с блоком «Сианинский лагерь». И вот, собственно, буквально вчера лидер блока «Сианинский лагерь», глава оппозиции ЦХ Герцог, заявил, что он не исключает вхождение в правящую коалицию Нетаньягу, если будет конкретный план по возобновлению мирного диалога с палестинцами, если ему, как лидеру оппозиции и полноправному члену правящей коалиции дадут возможность решать вопросы мира с палестинцами. Поэтому не исключено, что этот фактор может оказать влияние на решение Нетаньягу. Но на данный момент Израиль отказывается принимать участие в мирной конференции по вопросу диалога с палестинцами. И, собственно, как будут развиваться события, пока сложно сказать. Но я еще раз подчеркиваю, внутриполитический израильский фактор – нельзя сбрасывать со счетов. Лиза? Спасибо, Евгений. Мой коллега в Тель-Авиве Евгений Сава о новой инициативе по ближневосточному урегулированию. Продолжение следует...